Данный материал посвящен музею танков, что расположен в Израиле у перекрестка Латрун. Латрун очень интересное место. Здесь находится несколько достопримечательностей, с одной из них мы кратко познакомимся. Перекресток Латрун занимает стратегически важное положение, и потому и в войне 1948 года, и в войне 1967 года Латрун был районом активных боевых действий. В частности, у Латруна шли довольно крупные танковые бои. Продолжение следует... 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 В здании музея размещены выставочные экспозиции, в частности в данный момент фото-выставка, посвященная 40-летию войны судного дня 1973 года. Далее мы видим рисунки с юмором, отражающие будни танкистов. А это боевое средство – колесница, давшая название израильскому танку «Меркава». Здесь же есть и кинозал, где можно посмотреть фильм об истории израильских танков и войск, в том числе и на русском. Конечно же, в таком месте находятся и символы боевой славы и памяти. На данной стене записаны имена всех танкистов, которые ушли из жизни. Как мне сказали, не только павших на войне, а вообще уже умерших. На крыше здания находится смотровая площадка. Ну вот сейчас мы видим вид с нее. Вот отсюда вид этой израильщины, вот такой он, середина Израиля. Просторы израильщины. Музея В музея танков находится еще один представляющий для туристов интерес объект – монастырь Богородицы, основанный монашеским орденом Кармелитов. Параллельно с посещением музея танков мы застали еще одно событие – собрание клуба любителей легендарной машины «Ситроен 2СВ», которая начала выпускаться в 1948 году. У нее совершенно простой кузов простейшей конструкции. Первоначально ее двигатель 9 лошадиных сил. По сравнению с ней народный автомобиль «Фольксваген» – это как «Мерседес» в сравнении с «Жигулями». Вес ее 570 килограмм. Но есть любители, которые собирают, тюнингуют их. И вот одно из таких заседаний клуба мы достали. Мне было интересно. Может быть, кому-то это тоже будет интересно увидеть. На этом заканчиваем наш короткий обзор музея танков в Латруни. Рекомендую, в первую очередь, конечно, мужчинам, когда будете в Израиле, постараться посетить это очень интересное место, увидеть все своими глазами. Во второй части я постараюсь представить более подробно отдельные образцы техники с некоторыми ее характеристиками. Исраил, Исраил, Исраил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...